Где родился, там и пригодился. Вот уже на протяжении 700 лет рубль является основной и, самое главное, исконно русской валютой. В честь юбилея сотрудники Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника предлагают познакомиться с частью своей нумизматической коллекции, которая насчитывает более 20 тысяч единиц сохранения. На выставке же представлено около сотни экспонатов, по которым можно отследить довольно сложную историю русского рубля. Существует берестяная грамота конца XIII века, где впервые такое понятие, как рубль, упоминается при коммерческих расчетах, можно так сказать. С этого момента условные историки и числят пока день рождения основной из русских валют, что называется. Первоначально рубль русский имел форму слитка, палочки, ее еще раньше называли новгородская гривна, или гривна новгородского типа, точнее. Весом эта палочка была где-то около 200 грамм. В XV веке появляются монеты различного достоинства, однако рубля среди них нет. По всей видимости, в те времена он является исключительно счетной весовой единицей. И вновь в качестве осязаемой денежной валюты рубль возвращается в 1654 году. Именно тогда его выпускает царь Алексей Михайлович. Правда, чеканили его из западноевропейских таллеров. Название этой монеты происходит от города Йохимсталь. Это богемия или нынешняя Чехия. Сейчас город называется в Чехии Ехимов. Называлась монета Йохимсталлер. То есть монета из Йохимсталля. Потом ее стали просто назвать таллер. Вот эти таллеры довольно в большом количестве попадали к нам в Россию в ходе торговли. И их использовали как сырье для чеканки собственных рублей. Таким образом, рубль чеканили всего около года. Так что эта монета на сегодняшний день является достаточно редкой. Но на выставке в Рязанском Кремле вы сможете ее увидеть. Здесь же представлены бумажные рубли, деньги дореволюционной России и монеты времен Советского Союза.